Согласно статистическим данным, доля НИД в общей численности молодежи в возрасте от 15 до 34 лет превышает 7%. Для вовлечения этой категории молодых людей в социально-экономическую жизнь разработан ЖАС-Проджект. Смотрим далее. По заказу Министерства культуры и информации в рамках государственного гранта при взаимодействии Центра поддержки гражданской инициатив Полодарский штаб студенческих строительных и молодежных отрядов ЖАС-ЛЕЛЬ объявил о ставке приема заявок на участие в конкурсе малых грантов для молодежи ЖАС-Проджес в Полодарской и Акмолинской областях. До 24 марта будет проводиться агитационная кампания, начиная с таких брифингов и далее уже с различными молодежными организациями, соответствующими учебными заведениями, которые могут, скажем, далее распространить эту информацию. Мы также будем проводить данную кампанию. Кроме того, будут проводиться встречи с неправительственными организациями, которые как раз-таки помогут нам для более широкого информационного поля. Далее, с 25 марта по 24 апреля будет проводиться уже прием заявок. Прием заявок проводится на сайте жаспроджектахмала.pолодar.kiz. На данном сайте как раз-таки будут приниматься все заявки, все документы соответствующие. Самое главное условие для участия в данном конкурсе является то, что могут участвовать молодежь от 18 до 34 лет включительно. То есть молодежь, вернее, люди, которые есть с 35 лет, уже не могут участвовать в данном конкурсе. Только до 34 лет включительно. Это на будущее. Далее у нас основное условие, чтобы человек был зарегистрирован в качестве безработного. То есть он должен состоять в центре занятости, или сейчас как в карьерном центре, быть в статусе безработного. И также не иметь действующий бизнес или прочие какие-то участия в каких-то юридических лицах. После приема заявок будет проводиться так называемый технический отбор. Затем состоится заседание комплексной комиссии, которая выберет по 14 грантов по 1 миллиону тенге в Павлодарской и Акмолинской областях. В этом году, в 2024 году, могут участвовать, вернее, не могут участвовать те грантополучатели, которые принимали участие в 2023 году, которые являются именно победителями. Те, у кого не получилось, скажем, в прошлом году получить грант, возможно, там несоответствующие какие-то заявки были, либо были, так скажем, не полностью загружены документы. Вы можете в этом году попробовать еще раз, если вы не выбирали в прошлом году грант. Срок реализации проекта будет не более 4 месяцев, так как им нужно сначала закупить все необходимое оборудование и также соответствующие услуги, если там будут, да, соответственно, чтобы все это успеть сконструировать, так скажем, собрать. И только после этого уже они могут оказать определенные, так скажем, определенным категориям свои услуги, а далее, после истечения 4 месяцев с начала проекта, они могут уже начать вести свою деятельность. Финансирование молодежных грантов включает в себя расходы на покупку оборудования, расходных материалов, оплату услуг специалистов, аренду помещений и так далее. Но есть одна особенность. Мы не переводим денежные грантовые средства на счет наших грантополучателей, то есть все необходимое оборудование, инвентарь закупается непосредственно нами и в дальнейшем поставка идет самому грантополучателю, то есть здесь идет напрямую закуп товара. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено специальное обучение, где участникам будут организованы мастер-классы и тренинги по развитию предпринимательских навыков. Мурат Белмажит и это Сакбарат.